Украинцы атакуют нападение на российское депредставительство в Киеве и оскорбительная частушка дипломата в адрес Владимира Путина. Новая фаза противостояния. Местные выборы в Грузии, как последний удар по партии Саакашвили. Бывшая правящая команда теряет последние рычаги власти. Яблоко раздора Тбилиси. Израильских подростков похитили хамасовцы. Бенемини Данягу уверен, за исчезновениями учеников религиозной школы стоят палестинские террористы. Нападение на российское посольство в столице Украины может перевести противостояние Москвы и Киева в более радикальное русло. На Смоленской площади акцию дипмиссии расценили как разгул фашистствующих молодчиков при попустительстве киевских властей. Митингующие сорвали российский флаг, перевернули автомобили дипслужбы, а также закидали здания яйцами, пакетами зеленкой и камнями. Много шума наделала и частушка о Владимире Путине, озвученное главным украинским дипломатом. Исполняющий обязанности главы МИД Андрей Дещица позволил себе нецензурное высказывание в адрес президента с соседней страны. О вербальном и невербальном российско-украинском противостоянии Владимиру Нанянц. Два слова способны перечеркнуть как карьеру главного украинского дипломата, так и отношения между Москвой и Киевом. Результат антироссийского митинга в украинской столице – зеленые подтеки на стенах посольства, выбитые окна, перевернутые автомобили и сорванный бело-синий-красный триколор. А могло быть и хуже. Андрей Дещица, позволивший себе озвучить скандальную частушку в адрес главы Кремля, оправдывается. Его главной задачей было остановить толпу. А как – это уже малозначительные детали. В Москве, однако, эту деталь малозначительно не считают. Более того, как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, бездействие украинских властей в ситуации, когда дипмиссия подвергается нападению, неприемлемо. А на Смоленской площади прямо обвинили Киев в упустительстве разговора фашистствующих молодчиков. Причем попустительством, по мнению Москвы, занимается не только Киев. Совет безопасности ООН отказался поддержать предложенные России заявления с осуждением нападения на посольство. Нас не то, что не слышат. Нас слышат, но делают вид, что на самом деле все происходит не так, как мы это объясняем. И по-прежнему пытаются представить ситуацию, как заключающуюся в необходимости урегулировать проблему между Россией и Украиной. Закрывая глаза на то, что суть кризиса – это проблемы, связанные с неспособностью властей в Киеве наладить уважительный диалог с гражданами, которые проживают на Юго-Востоке. Впрочем, нападение на российскую дипмиссию международное сообщество все же осудило. Заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Джамп Саки. Вашингтон призвал украинские власти выполнять свои обязательства по Венской конвенции и обеспечить безопасность дипломатов. О беспокойной связи с инцидентом высказал и председатель ОБСЕ. А в Совете Европы уверены – все стороны конфликта на Украине должны воздержаться от насилия и приступить к переговорам. Но с переговорами дело не клеится. Петр Порошенко, пришедший к власти под мирными лозунгами сворачивать антитеррористическую, как ее называют в Киеве, операцию, не намерен. Более того, за последнее время интенсивность боев на востоке Украины лишь усилилась. Словики сообщили о ликвидации 250 ополченцев только за последние сутки. Донецкий и Луганский, правда, эту информацию опровергают. А вот гибель транспортника Ил-76 с четырьмя десятками десантников на борту – факт. Мы сделаем все возможное, чтобы те, кто виновны в гибели солдат, были найдены, а террористы получили адекватный ответ и были наказаны. Украинцы. Наша армия впервые перешла в контрнаступление. Наши солдаты начали теснить террористов. Я поручил вооруженным силам восстановить контроль над государственной границей, чтобы пресечь получение террористами оружия, военной техники и денег. Уже сегодня сепаратисты заявили, что это не они, а сами украинские военные сбили самолет. Попытка перевести стрелки понятна. Именно гибель десантников послужила причиной стихийного митинга у здания российского посольства в Киеве. Протестующие призывали власти страны разорвать дипломатические отношения с Москвой. И главный герой вчерашних протестов Андрей Дешица не исключил такой возможности. Правда, позже уточнил, это крайняя мера. Наблюдатели же отмечают, после высказываний, пусть и вынужденных, исполняющего обязанности главы МИД Украины в адрес российского президента, Москва еще менее будет склонна к компромиссам. Владимир Унанянц, РТВА. В еще одной постсоветской республике Грузии сегодня прошли выборы. На первый взгляд не очень важные. Жители страны выбирали не президента и не парламент, а депутатов районных и городских советов, а также мэров 12 городов. Впрочем, как отмечают наблюдатели, нынешнее голосование может вновь изменить грузинскую политическую карту. За ходом выборов весь день наблюдал наш корреспондент в Тбилиси Марта Радашелия. Да, Нина, буквально несколько минут назад во всей Грузии закрылись избирательные участки. Сейчас мы ждем результаты экзитполов. По своему накалу выборы в местные органы власти превзошли прошлогодние президентские. Главная интрига разворачивается здесь, в Тбилиси, где за креслами мэра борется кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта». Ставленник бывшего премьера Бедзины Иванишвили и председатель ныне оппозиционного единого национального движения. Это партия Михаила Саакашвили. Нынешнее голосование рассматривается действующими лидерами как последний политический удар по бывшей правящей элите. Национальное движение проиграло парламентские и президентские выборы и теперь черед за выборами в местные органы власти. Грузинская мечта все равно победит. Я думаю, наша политическая сила лидирует во всех городах, районах и селах. Я считаю, что второй тур не должен понадобиться. Но если это случится, это не будет трагедией. Это еще раз продемонстрирует, что мы максимально прозрачное демократическое государство. Кстати, борьба за пост мэра развернулась задолго до выборов. С этого поста был снят царатик Михаила Саакашвили, Гиги Угулавы. Этот пост нужно отметить, что в грузинской политической жизни всегда играл особенную роль. Против Гиги Угулавы, я напомню, были заведены уголовные дела. Сам экс-президент поддерживает своих товарищей по партии из Киева. И интересная деталь – революцию РОС в 2003 году Саакашвили возглавил в ранге председателя законодательного собрания Тбилиси. Но наблюдатели считают, что ничего революционного не произойдет. И единое национальное движение эти выборы, скорее всего, проиграет. Я проголосовал не за противостояние, а за воссоединение разрозненной общественности. Я уверен, что жители Тбилиси сделают правильный, прагматичный выбор. Так как слепая вера в авторитеты, мы уже видели, не принесла стране ничего хорошего. Сегодня очень важный день. Сегодня день победы. Я сделал выбор в пользу той силы, которая должна развивать нашу столицу. За выборами в местные органы власти следят до 60 тысяч наблюдателей. Из них 600 из международных организаций. Отмечу, что не везде выборы состоялись. В регионе Самойгрелу на избирательный участок напали, а с другого участка были похищены бюллетени. В городе Ахалкалаки скончался один из членов избирательной комиссии. Но, несмотря на все эти инциденты, по оценкам ЦИК, в целом выборы прошли в спокойной обстановке. Хочу поздравить население Грузии с сегодняшним днем. Важным днем для формирования демократического выбора нашей страны. Для того, чтобы политики служили вам, их нужно выбирать. Думаю, президентские выборы были приближены к европейским. Так же, как и нынешние, которые сложнее и масштабнее. Необходимо выбирать из многих кандидатов. Я по-дружески неформально встретился с социологами. Основная выявленная проблема сегодняшнего правительства – это безработица. Скорее всего, все эти проблемы будут решать уже после выборов. А мы ждем пресс-конференцию, очередную пресс-конференцию в ЦИК, чтобы узнать первые итоги подсчета бюллетеней. Нина. Спасибо, Марта. Марта Ардашеля рассказала о выборах в Грузии в органы местного самоуправления. Продолжаем. Громкое обвинение от Бенемина Нетаньягу. Премьер-министр Израиля заявил, что за похищением троих молодых израильтян стоит Хамас. Учащиеся Ешевы, религиозные школы Нафтали, Френкель и Гилат Шайр, которым по 16 лет, и 19-летний Иаль и Фрах пропали в окрестностях Еврона на западном берегу реки Иордан в четверг вечером, когда возвращались домой. До сегодняшнего дня власти еврейского государства, в том числе и премьер-министр, не называли возможных виновных в похищении. Сегодня утром я могу заявить то, чего не мог сказать вчера до массового ареста членов Хамаса в Иудее и Самарии. Люди, которые организовали похищение подростков, принадлежат группировке Хамас, той самой, с которой Махмуд Аббас создает правительство единства, что привело к серьезным последствиям. Нитан Ягу заверил, что сейчас все усилия сфокусированы на возвращении похищенных домой. Израильские военные продолжают крупномасштабную поисковую операцию. Сегодня с полуночи по распоряжению министра обороны Мошея Алона была введена полная блокада Хеврона и сектора Газы. Во время рейдов на западном берегу были задержаны десятки палестинцев, в числе которых активисты движения Хамас, исламские джихады и других террористических группировок. Среди арестованных бывшие министры и депутаты парламента автономии. В движениях Хамас обвинения в причастности к исчезновению израильских граждан отрицают, хотя ранее приветствовали похищение подростков. В группировке контролирующий сектор Газы выступает со встречными упреками, обвиняя власти еврейского государства в массовых арестах своих активистов. Хамасовцы считают, что эскалация конфликта отражает нестабильность в израильском политическом руководстве. Эти глупые заявления – блеф, уловка, призванная раздобыть информацию. Главная цель массовых арестов активистов движения – не освободить похищенных, а сломить боевой дух исламского движения сопротивления. В Багдаде все спокойно, а главное – Багдаду ничего не угрожает. Власти Ирака уверяют, исламисты, захватившие обширные районы на севере страны, не представляют угрозы для столицы. По словам военных, экстремистов удалось остановить на подступах к городу. Ранее сообщалось, что боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» вплотную подошли к Багдаду. Их отделяют от столицы всего около 50 километров. Теперь власти утверждают, что после длившегося несколько дней тотального отступления им даже удалось вернуть некоторые районы под свой контроль. Сообщается также, что в результате авиаудара по промышленному городу Байджи, оказавшемуся в руках исламистов, были уничтожены более 200 боевиков. Отмечу, что в Байджи находится крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс Ирака. В руках террористов продолжает оставаться второй по величине город страны – Масул. Но главная цель исламистов, очевидно, именно Багдад. «Багдад в абсолютной безопасности. Командование операции выполняет свои обязанности при поддержке частей внутренних войск из сил Министерства обороны. Никакой угрозы Багдаду нет». «Силы безопасности Ирака за последние три дня пошли в контрнаступление на различных фронтах и с помощью волонтеров добились значительных успехов. Несколько районов были освобождены силами безопасности представителями местных племен, взявшими в руки оружие». С особым энтузиазмом против группировки исламского государства Ирака и Леванта идут воевать волонтеры шиитского юга. Дело в том, что северные районы страны захватили сунницкие экстремисты. А отношения между последователями этих двух ветвей ислама крайне напряженные. Шииты, составляя большинство населения страны в годы правления Саддама Хусейна, подвергались репрессиям. Сейчас они представляют политическую элиту Ирака. И многие жители Южного Ирака опасаются, что в случае захвата исламистами власти их жизни вновь окажутся под угрозой. «Мы пришли сюда, чтобы бороться за Масул и Самару, чтобы освободить города от безбожников из исламского государства Ирака и Леванта. Они не имеют религии, они не являются ни суннитами, ни шиитами». Противостояние между суннитами и шиитами не ограничивается пределами Ирака. О готовности дать отпор исламистам, захватившим несколько иракских провинций, заявили власти соседнего Ирана, крупнейшей шиитской страны. Отношения между Тегераном и Багдадом всегда были непростыми, но сейчас они, по крайней мере, не враждуют, как это было в годы правления Саддама Хусейна. Иранские власти предлагают соседям невоенную помощь. И ради этого готовы даже сотрудничать со своим заклятым врагом – Америкой. Президент Исламской республики Хасан Рухани сделал неожиданное заявление. «Тегеран» готов совместно с Вашингтоном оказывать содействие Багдаду в борьбе с боевиками. «Если Америка начнет борьбу с террористами в Ираке или где-либо еще, мы готовы подумать о сотрудничестве. Но мы никогда не посылали в Ирак войска и не намерены делать это в будущем». Ранее американский коллега Рухани, президент Барак Обама, также заявил, что Вашингтон не намерен направлять в Ирак войска. Вместе с тем, по словам главы Белого дома, США рассматривают различные варианты оказания помощи Багдаду, в том числе ракетно-бомбовые удары. Соединенные Штаты также заявили об отправке в Персидский залив авианосца Джордж Буш. Его сопровождают ракетные и атомные крейсеры. Как заявили в Пентагоне, решение отправить корабли в Персидский залив было принято на тот случай, если понадобится защитить интересы США в Ираке, а также американских граждан и их жизни. Субтитры создавал DimaTorzok